Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущей Пётр Горохов. И сегодня у нас в гостях специалист-эксперт правового отдела Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Екатерина Витальевна Махора. Екатерина Витальевна, здравствуйте! Екатерину Витальевну мы сегодня расспросим о том, как же с помощью правовых инструментов управление областной Федеральной антимонопольной службы противостоит попыткам монополизировать те или иные сферы нашей жизни, те или иные сферы региональной экономики. Ну и в нескольких словах сначала, Екатерина Витальевна, расскажите же о специфике работы правового отдела, чем вы занимаетесь, какие основные направления работы курируете? Правовое отдел Московского областного фаза России представляет интересы этими напольными органами в областных судах и судах общей юрисдикции. Основной задачей правового отдела является защита законности и обоснованности вынесенных решений, предписаний, постановлений, привлечений административной ответственности. За текущий год сотрудники правового отдела приняли участие в более 700 судебных заседаний. В производстве находится около 300 дел. Больше всего обжалованы решения о нарушении закона о контрактной системе и закона о закупках. Если править процентное соотношение, то это около 60%. На втором месте по количеству обжалований можно отнести решение в рамках закона о защите конкуренции. Это 30%. В рамках закона о рекламе 10%. Что касается тех, кто противостоит, скажем так, вам на правовом поле, понятно, что это в первую очередь обиженные предприниматели, обиженные, наверное, коммерческие структуры, которые проиграли те или иные контрактные процедуры, те или иные конкурсы. Насколько вообще обоснованными бывают их претензии? Часто ли вы пересматриваете, скажем так, условия контрактных процедур? Мне кажется, что формировка обиженной не совсем подходит в данном контексте. Есть организации, есть заказчики, которые считают, что они просто не согласны с вынесенными актами. Их право в течение трех месяцев после того, как комиссия темнопольного органа обжаловать их в суде. И задача правого отдела обосновать в соответствии с ссылками на законно-контрактные системы, закон о закупках, судебную практику, позиции управления относительно вынесенных решений и прописаний в случаях их наличия. В принципе, арбитражные суды всех инстанций, первый, второй, третий, в большинстве случаев поддерживают позицию темнопольного органа. Потому что у нас уже давно есть сформировавшаяся практика законно, он достаточно понятен. Представители организации всегда могут обратиться к заказчикам при участии в закупках, чтобы с разъяснениями, чтобы понять, как им участвовать, могут ли они по своей специфике участвовать в контракте. Потому что это очень ответственно. Также достаточно важной сферой деятельности нашего управления в рамках закона о контрактной системе, это те случаи, когда заказчики представляют в этим инопольный орган сведения о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Сам по себе реестр недобросовестных поставщиков – это некая санкция для тех участников закупок, которые действуют недобросовестно в рамках уже заключенного контракта с заказчиком. А также в случае, когда они признаются победителями по результатам закупки, но по своим причинам, зависящие только от участника закупки, они уклоняются от подписания контракта. 300 дел, которые в производстве находятся, вроде как, ну понятно, что огромное количество процедур проводится на территории нашего региона, по сравнению, наверное, с абсолютными величинами, это не очень большая цифра. Но, тем не менее, 300 дел, ну достаточно большое количество, если вот конкретно к этой цифре присмотреться, достаточно большое количество исков. Вообще, с чем это связано? Почему вот, ну, скажем, достаточно часто, да, подаются иски на вот решение Федеральной антимонопольной службы? Большая часть, можно сказать, да, из этих 300 дел как раз приходится на обжалование решений о включении в реестр недобросовестных поставщиков. То есть, то, о чем вы сейчас вот сказали. Да, это связано с тем, что, по мнению заявителя, основной причиной, это то, что они в течение двух лет не могут участвовать в государственных и муниципальных закупках. Но это данный реестр недобросовестных поставщиков, и он связан с тем, что вот такая мера, да, на два года включения, потому что, когда участник еще на этапе того, когда вот он раздумывает участвовать ему или у него участвовать в данной закупке, ему необходимо понимать, да, что он вступает в публичные правоотношения по расходованию публичных финансов, которые направлены на общественные и национально-экономические нужды. Он претендует на бюджетные деньги, по большому счету, да, в рамках? Да, тут дело даже не в том, что это бюджетные деньги, а то, что зачастую у нас заказчики, это могут быть школы, которые необходимо отремонтировать столовую к новому учебному году, а спортивную площадку, чтобы сделать ее безопасной для детей. Вы знаете, мы на территории нашего района сталкиваемся с такими ситуациями, когда именно по вине недобросовестного заказчика, который выиграл тот или иной контракт, срываются сроки, например, даже ввода образовательных учреждений. Бывали и такие случаи вот в истории района, не успевают к новому учебному году. То есть это все действительно зависит от того, что, очевидно, участник контракта, выигравший контракт, не очень хорошо представлял себе или объем работы, или свои силы, да? Ну, опять же, закон о контрактной системе, да, и также муниципальный контракт предполагает, что когда контракт уже заключен, да, и в том случае, когда это происходит, конечно, в большинстве случаев, когда и заказчик, и победитель, да, с которым заключен контракт, конечно, могут возникнуть какое-то недопонимание или просто какие-то вопросы. Тогда уже в рамках установленного временного промежутка, который прописывается в муниципальном контракте, сторонам надо сделать все необходимое, чтобы регулировать все споры, все недопонимания, чтобы работы были выполнены в срок, потому что, опять же, в больнице бывает какой-то ремонт, предоставление каких-то поставок, там, каких-то... Ну, жизненно важных, может быть, иногда даже препаратов, там, продуктов. Да, потому что и когда участник, принимая участие в закупке, раздумывая об этом, должен понимать, что если он будет ненадлежащий выполнять свои обязательства в рамках заключенного контракта или на этапе подписания, да, то до него могут наступить неблагоприятные последствия, как раз это включение в университет ненадлежащих поставщиков. А если, скажем, заказчик, скажем, не заказчик, а заявитель, да, если вот исполнитель контракта, который не исполнил его надлежащим образом или уклоняется от подписания контракта, да, если он ссылается на то, что он не виноват в возникновении таких вот форс-мажорных ситуаций, что это произошло там не по его вине, в силу каких-то третьих причин, вы идете навстречу в таком случае, принимаете во внимание все обстоятельства, которые помешали ему, скажем, выполнить обязательства по договору, по контракту? Дело в том, что обязательства вот именно по заключению, да, заказчик в определенный установленный законным срок направляет ему подписан на проект контракта, то есть, и если участник закупки, который признан победителем, он с чем-то не согласен, он направляет протокол разногласий, они в определенный период времени обмениваются заказчиком и уже победителем аукциона протоколами разногласий, да, и они должны в определенный срок уже его подписать, то есть, на этапе подписания контракта только какая-то не может возникнуть каких-то весомых обстоятельств, там и временных рамок, и еще каких-то, да, чтобы подписать контракт, это очень легкая процедура. И часто ли вот не могут прийти к какому-то, скажем так, консенсусу заказчика-исполнитель контракта на саде подписания? И чья здесь, как правило, бывает вина? Может быть, заказчик слишком строптивый попадается, скажем так, представитель государственных структур каких-то, муниципальных? Мне кажется, нет, потому что заказчик в первую очередь заинтересован, потому что ему нужна эта закупка, ему нужно, чтобы была сделана определенная работа или поставка определенного товара, поэтому, конечно же, заказчик заинтересован, чтобы все было, чтобы исполнителю было добросовестно относилось к своему обязанности, чтобы было все сделано в срок, без каких-либо проблем, и, конечно же, качественно, да. Организации иногда, конечно, они, к сожалению, допускают недобросовестное поведение, но оптималопольные органы полагают, что в дальнейшем организации уже учтут в своей дальнейшей работе и уже будут более ответственны со всей степенью заботливости, осмотрительности, сокручать контракты и уже не допустят подобную ситуацию. Ну, знаете, я думаю, что, скажем, абстрактный начальник управления образования абстрактного какого-то муниципалитета скажет, что отстранение на два года от участия в государственных и муниципальных закупках для недобросовестных, скажем, таких вот партнеров – это еще очень слабая мера наказания, да, что, может быть, их надо вообще отстранять навсегда. И в случае срыва, скажем, муниципальных контрактов, ну, по ремонту, например, образовательных учреждений, да, если некая организация участвовала в контракте, выиграла его и не отремонтировала в срок образовательные учреждения, которые в соответствии с этим контрактом подлежали ремонту, то, наверное, может быть, и навсегда такое предприятие, такого партнера отстранять от возможности участия в таких контрактных процедурах. Это все решают законодатели, может быть, стоит, не стоит вносить какие-то изменения в законно-контрактной системе. Но, мне кажется, надо понимать, что отстранение навсегда – это, конечно, вероятно, чрезмерно категоричная мера, да, потому что, конечно, надо предоставлять и шансы в дальнейшем исправиться, да, и тем более зачастую бывает, когда контракт исполняется, он на поделенный срок, например, там на год предположим, да, и какая-то часть работы уже выполнена, да. То есть, и опять же, в тех же организациях могут же, в конце концов, поменяться генеральный директор, еще кто-то, да. То есть, каждый случай индивидуальный. И вы в каждом случае разбираетесь отдельно, да? Мы проверяем процедуру. Когда, например, уклонение происходит, мы должны посмотреть, что происходило именно по документам, что было сделано в сроках в рамках законно-контрактной системе. Когда заказчик принимает решение об одностороннем отказе, он тоже должен соблюсти определенную процедуру. Он должен разместить на сайте закупок, он должен направить заказным письмом с уведомлением, он должен дождаться определенного срока, да, то есть, он должен соблюсти определенную процедуру, дать участнику время для исправления всех недостатков, если участник победителя. Ауксона пожелает это действие сделать, да? Продолжит исправление недостатков. Продолжит, да, устранит все недостатки, да. И мы должны проверить, что заказчик также действует добросовестно и в рамках закона. А уже все остальное, это уже их гражданско-правовые отношения, которые они могут оспаривать уже в суде, и уже суд даст надлежащую оценку. Что касается других решений антимонопольного органа, то какие, вы говорили, что есть несколько таких видов наиболее обжалуемых, да? Вот какие еще решения обжалуются чаще всего, и в связи с чем именно такая чистота? На сегодняшний момент в большом количестве обжалуются решения и, соответственно, постановление о картельном сговоре – это нарушение закона о защите конкуренции, статья 11. Какие аргументы со стороны заявителя звучат, когда они обжалуют? Поясним тогда, что такое картельный сговор, и почему так важно его пресекать со стороны антимонопольного органа. Картельный сговор – это сговор на торгах, на электронных акционах, когда две и более организации в писанном виде или устном виде договорились. То есть, предположим, если говорить как-то более просто, все остальные компании подают, участвуют в электронных акционах, независимо участвуют, у них существует, можно сказать, здоровая конкуренция. Две и более организации договорились между собой, и общими усилиями они участвуют в электронных акционах, тем самым они препятствуют и ограничивают конкуренцию. У антимонопольного органа Московской областной УФАС России, в частности, есть определенные признаки, по которым мы выявляем, что данная организация участвует в картельном соглашении. В первую очередь, это IP-адрес. Понятно, что у одного здания может быть один IP-адрес, например, это бизнес-центр. И, конечно, там могут находиться большое количество организаций. Это, конечно же, никому не запрещается. Но когда с одного компьютера несколько организаций подают заявки об участии в электронных акционах, это, конечно, потому что, конечно же, не будет организации с одного компьютера, несколько организаций работать. Это, в конце концов, достаточно сложно и порой невозможно. Потому что как минимум один компьютер, вероятно, у организации есть. А так, конечно, больше случаев и больше. И это такие, так называемые, это учетные записи, имя файла. Это все отслеживается, когда мы видим, что от одной организации, от другой организации одна и та же учетная запись. И это повторяется, конечно, не в одном акционе и не в двух. Мы несколько акционов рассматриваем, чтобы понимать, что это наверняка, что это скоординированные действия. Необходимо отметить, что группы лиц, это если могут отнести, это если более 50% находятся в выписке из ИГРЮ, в учредительных документах. Мы это все поясняем суду, потому что это очень редко бывает. То есть то, что люди, родственники, если там сын, отец, два сына, муж с женой, если они просто родственники, и если они там находятся, там генерант, директор, здесь кланы, бухгалтер, это не дело. Их группы лиц, если это менее 50%. Вообще, вот еще в нескольких словах все-таки о том, почему именно картельное соглашение представляет угрозу, я так понимаю, для законного проведения этих аукционов. Почему здесь выступаете резко против вы, против вот таких картельных соглашений? Еще несколько таких примет, примеров, которые делают их неприемлемыми в наших условиях. Тимонопольный орган, потом эти монопольные, что мы выступаем против любой ограничения конкуренции. Если недобросовестно они участвуют и не позволят другим компаниям выигрывать на акционах, и это может повлиять на экономику в целом, то есть на ее даже некое ухудшение. Это может повлиять на ухудшение продукции и так далее. Тем более, мы не устанавливаем ущерб, но мы после того, как наше решение вступает в силу, мы выносим постановление. И в постановлении мы учитываем множество обстоятельств. Как раз одно из обстоятельств, которые вот обжалуют в суде, это как раз постановление про влечение к административной ответственности, поскольку там достаточно весомый размер штрафа. Он может доходить и до нескольких миллионов. Вероятно, не все организации, конечно, согласны с таким достаточно значимым размером штрафа и, безусловно, жалуют в большом количестве в суде. Они ссылаются на смягчающие обстоятельства. Необходимо отметить, что если смягчающее обстоятельство есть, безусловно, темнопольные органы это учитывают, и это влияет на размер штрафа. Также, если есть какие-то отягчающие обстоятельства. Если есть смягчающее обстоятельство, то размер штрафа уменьшается. Ну и в нескольких словах хотелось, чтобы вы рассказали о специфике предупреждений, каков порядок обжалования этих предупреждений, и как здесь складывается судебная практика. Вообще, немножко поподробнее о том, что же это за предупреждение. А предупреждение – это если, например, хозяйствующий субъект или организация, которая в рамках государственных, муниципальных закупках, да, совершает какие-то действия или бездействия по ограничению, недопущению конкуренции, то темнополь органовы дает предупреждение в предупреждение, чтобы эти действия или бездействия данные субъекта, да, организации, органы даже местного самоуправления, чтобы они прекратили. Если какие-то акты, то чтобы они внесли в них какие-то изменения, чтобы не допускать ограничения конкуренции, да, и чтобы конкуренция была здоровой. Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицу, которое оно выдано. В том случае, если предупреждение исполнено, то, конечно, никакое дело темнопольного органа не возбуждается. Если же предупреждение не выполнено, то дело передается уже к возбуждению, и уже дальше антипенопольный орган уже детально рассматривает уже все признаки. В последнее время на Вашей памяти какие наиболее серьезные предупреждения Вы носили, с чего они касались, каких вопросов, каких сфер? В первую очередь достаточно интересно у нас было несколько дел, связанных как раз со стройщиками, потому что, насколько нам известно, в том числе и на территории Московской области, к сожалению, существует проблема, которая актуальна для тех удорщиков, которые купили квартиру, но, к сожалению, со стройщик ведет себя недобросовестно. Как раз было у нас одно дело, когда со стройщик после того, как была куплена квартира, уже по непонятным для антипенопольного органа причинам, он увеличил площадь квартиры, хотя стены дома остались те же, площадь квартиры увеличилась, и он в обязательном порядке говорил торщикам, чтобы, ну, конечно, это было все документально. Требовую доплату, скажем так, да? Да, требовую доплату, да, существенно. А учитывая, что квартиры многие покупают как в ипотеку, там же еще надо делать ремонт, плюс вообще сумма квартиры, конечно, безусловно, достаточно значимая. Не все, во-первых, готовы платить какую-то сумму, а, во-вторых, почему они должны платить эту сумму, если они заключают контракт, то есть договор, да, и там уже все должно быть, все четко прописано. Если изменяться, то на каких-то объективных условиях это не произошло, и данное предупреждение было в жалованной сути и вплоть до кассационной инстанции. То есть настройщик не согласился с первичными выводами, и дело пошло дальше? И чем же все закончилось, Екатерина Витальевна? Федеральная антимонопольная служба одержала верх с жителями? Да. Вообще предупреждение обжалуется не так часто, потому что это является составляющим самого дела об возбуждении, то есть дело об нарушении антимонопольного законодательства, поэтому обжалование предупреждения это достаточно новое, можно сказать, редкая практика для московского основа с Россией. Ну что ж, Екатерина Витальевна, спасибо огромное за то, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на вопросы. Я со своей стороны хочу пожелать вам успехов в вашей непростой деятельности, тем более, что противостоят вам достаточно иногда, бывает, изощренные, изощренные и не всегда склонные выполнять закон предпринимателей и бизнес-структуры. Поэтому понимаю, что вам непросто, тем не менее, от души желаю успехов. Спасибо большое. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи была специалист-эксперт правового отдела Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Екатерина Витальевна Махора. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.